Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и этим видео я начинаю с сериал Сидмерс Цивилизейшн 6, с последним патчем, в котором появился режим случайного дерева технологий социальных политик. И вот, собственно, с этим режимом мы и играем. Без каких-либо модов, вообще, то есть, только вот этот режим, реальная, оригинальная Цива с дополнением Gathering Storm, карта Первобытная Древность, ну и Цивилизации мы выбирали, я вот себе взял Англию под предводительством Виктории, всё остальное абсолютно случайно, то есть, заодно посмотреть, как после патча генерируется карта, там, ресурсы, вот это вот всё. Получилось забавно, сразу вам скажу, спойлеры, так сказать. Но в любом случае, вам смотреть дальше. Традиционно напоминаю, что спонсоры канала всей серии могут посмотреть сразу во вкладке сообщества, для всех остальных они будут выходить раз в день, раз в сутки. Спасибо, кстати, спонсорам за поддержку, особенно Павел Малык, Девинорум, Константин Романюк и Шмаль 07, которые отметили двухлетие спонсорской поддержки, собственно, как раз именно с того момента, как на канале эта функция и появилась. Прошу в комментариях не писать бессодержательные спойлеры и воздержаться от оскорблений участников. Приятного вам просмотра. Нет, мы с таймером, с таймером только без динамического. В связи с динамическим таймером, без этого, без фаст таймера. А, слушайте, а первые технологии-то видны? Я думал, даже первые не будут видны, ладно. Ну, типа, перемешать их как... А, нет, они перемешаны, всё. Или не перемешаны? Да, они перемешаны. Нет, нормально, всё правильно. Они перемешаны, да. А, слушайте, а давайте проверим. У нас у всех одинаковые, то есть у меня сверху животноводство, посередине гончарное дело, а ниже горное дело. Да, вообще будет одинаковое. Ну, мало ли. Да, они живут, и мы говорили об этом. Да, эти эврики открывают технологии. Ё-моё. Что там, Михаил, расскажи. Ну и как у вас места? У меня какая-то... У меня в обозримом ни одного холма нет. Я надеюсь, что это будет какой-нибудь старый мир, и Корея будет страдать. Ходить искать место для своего савона. А у нас и Горга, по-моему, есть, нет? Горга есть, да. Слушай, ну, ты похожи на старый мир и изобильные ресурсы. Ты одну печаль издеваешься. Я не знаю, у меня просто вот на первом месте шесть клеток гор. Но у меня просто четыре чая. Охренеть. У меня такого... Почему у меня такого нет? Почему у меня такого нет? У меня шесть тонущих клеток, эй. Шесть? Шесть? У меня все тонет. Супер, я забыл выбрать технологию. Как-то так... Завершив тентер, что ли, заканчиваешь ход? Нет, я просто... Шесть, не выбирайся. Так, как можно завершить ход, не выбрав технологию? У тебя же там иконка... Не знаю, у меня не было инию. Не знаю, что мне просто не дает выбрать технологию? Кто не дает? Так мы же в фигуру без фигса играем. Здесь можно откладывать науку бесконечно, нет? А, точно, да. Это ж ванира. И карточки менять. Михаил, до свидания. Так, Караген, ход не заканчивай. Что вылетели все, да, кроме тебя? Ну, так и есть. Так и есть, Михаил. Не выходи, мы сейчас присоединимся все, подожди. Нет, здесь же они перемешаны и так, по-моему. Ну, не, не, они... Да, они внутри эпохи перемешаны. А то, прикинь, был бы у тебя самолеты рядом после этого. Нет, они внутри эпохи, но обработка бронзы может быть не сразу после горного дела, допустим, а дальше еще. Ну, да. Вот я играю, она может вот быть там, вот где вот эти две штучки. Она там может быть, да. Так, я хочу вырасти сначала. Ну, место, конечно, отвратительное. Другое дело, я надеюсь, что и у других оно отвратительное. Правда, там мистер Ди кричал, что у него четыре чая? Да, конечно, староход уже открытая горная еда. Нифига себе ты. Скажи, скажи. Кстати, мне... А, может быть, он просто чудо нашел? Да, кстати, действительно, но... Да, у меня мореходство, я вижу, где находится, например. Ну, потому что я на море поставил город. А, точно, ты же этот. Ясно. Там, значит, мореходство после горного дела. А почему ты думаешь, что после горного дела, а не после животного столика? Потому что он сказал, что он видит, что после горного дела... Это люкс сказал. Ну, люкс. Ты веришь люксу? Норвег. А-а-а. Блин, это же не прокатит сейчас. Что, привет, Норвег? Да. Да. А-а-а-а. Алилтат. Найн. Ой, я нашел леска холмов у себя тут, в принципе, можно жить. Я, кстати, тоже пришел вот в итоге. Я, видимо, буду в этой игре язычником, потому что у меня арма стоит на холме. Блин, куда пойти лучше. Люкс, я не буду ставить города на море. Кстати, а что у меня, у меня, как бы желательно на другом континенте города ставить? У меня города на море. А я буду ставить города на море. Я бы хотел бы. Слушайте, подождите, ребята, а вот это, а это первобытная древность, случайно не ограниченная карта? В смысле? Нет, это такая же пангея, просто на ней куча вулканов. Точно, уверенно. Куча вулканов и куча отравляемых. Ну, то есть, она, ну, она цилиндр, да? То есть, уверен, что она цилиндр? Да, да, да. Ну, тут, конечно, можно какие-то города ставить, но вот это будет затопляться постоянно. Найдем друг дружку в пяти клетках. Ну, я считаю, что кому-то не повезло. Так, 4, 3, 1, 2, 1, 2. Так, я теперь с шелком выторговать. В гипс в прошлый раз не зашел, с шелком будет. А, просто хлюмный, я тебя вспомнил. Тебе, ё, твои козья. Ты зря сказал это, да. Я тебя вспомнил. Я не очень рад этому. Обычно после таких слов говорится, что я тебя найду. Подождите, у нас скифы в игре? У нас и купы был в игре, просто меня попросили его не брать. Блин, места такие, так себе. Я нашел землю, которая не тонет. Сейчас пойду ее заселять. Подожди, ты еще город не ставил? Нет, город-то я поставил. Причем забавно, у меня так тонут клетки, что у меня образуется... Подождите, а почему у меня 4 жилья? В общем, я сразу осуждаю угольную... Слушай, Люкс, а ты поставил на море на реке или не на реке? Нет, не на реке. Посмотри, а у тебя тоже 4 жилья? Ну, так это же столица там в дворе сдает. А, да? Че ты... Че-то я думал... Ладно, так. Две лошади. Сматку. Да, да. Че думаю, что-то у меня жилье дополнительное. Прикольно, я впервые вижу, что будет тонул оазис. О, привет. О, блин. Как-то рядом тут сразу. Я пойду в ты, пусть мне так везет. Ну, это не тебе повезло, это мне повезло. Блин, тут вообще фигня какая-то. Вот это пустыня, это фигня. А, подожди, ты же прогрессивист, у тебя нет бонуса на континенты. Вот именно. Но у него зато бонус на науку. Его надо в зародыши давить. А можно, пожалуйста, не надо? Не ходи дальше. Там через четыре клетки моя столица. И смотреть там надо. Я согласен не пройти за место. Я хочу сгореть твою столицу полностью. Хочешь, чтобы я смотрел твою столицу? Так, выросли. Дальше уже расти нету смысла. Так, я бы купил, наверное... Хотя, нафига мне тут по одному и производству и так есть. Да, можно не тратить. У меня тоже. Она очень интересная с пустыней 0-0. И очень аккуратная. Кто в пустыне? Кто в пустыне? Я вижу пустыню. Я тоже вижу. Мне кажется, тут пустынь немерена. Ты же говоришь, видела оранжевые цветы. Ну да, да, это Голландия, да, да, да. Нет, это не Голландия, это Скифи. Это против варваров. Который еще три коня во втором радиусе столицы. Ну, она далеко, у меня вулкан там, Ла Паласа. Подожди, а скифом нужны, нужны кони, да? Ну, да. Строит коня, получает двух. Нет, я имею в виду, я имею в виду... Нет, я не нужны для его этих юнитов кони вообще. Саки сами, в принципе, не нужны. Там просто обычные всадники. Саки какие-то очень странные. Ранняя империя сразу так, опа. Ну так это же хорошо. Может быть я успею... Леша, помнишь, тебе была эта научная ГГшка? У меня тоже она теперь есть. Я вернулся. Что? Какая научная ГГшка? Куда ты вернулся? Ты кто? Порошок, выходи. Что? Какая научная ГГшка? А, это кореец говорит, да? Мне кажется, все что делать. Я пока не понимаю, что делать. Кореец, подожди, не ставь все эти салоны. Он требует от меня. Мне не хочется компусов на ноль. Не ставь. Кстати, где тут... Ну вот тут кампус, например, да? Идти тут. Риф хотя бы плюс два. У меня одна гора и тоже вулкан. Так что нет. У меня одна гора и та открывает. Это Хрючгард. Да. Места, конечно... Ого, слушай, мы тут не расселимся с тобой, американец. Такое ощущение, что я на острове вообще. Ну да, у нас получается клеток 10 между столицами, да? Даже меньше, когда 10 клеток, влезает город. Ну, сусе, у тебя город влезет. Так, ну мне надо камень в любом случае обработать. Да, когда вы поставите, то того этапки. Ну, видимо, и двух лошадей. Тут просто по любому. Отлиню. И особо вариантов у меня. Да, это появление. Проверять я его не буду. Помнишь, Леш, я попросился оставить белую пустыню? Угадай, у кого она появилась. Даже не знаю. Подскажи, пожалуйста, какая первая буква? М? Если М, то, возможно, у Михаила. Да. Да, именно она. Именно буковка М. М значит убийство. Хороший немецкий фильм. Плоско, конечно, плоско. Чуть выше поднялась, а там есть поймы. Самое отвратительное, что джунгли 2.1. Да, джунгли 2.1. Который тонут. У меня, короче, сверху пустыня, снизу тундра. Просто я в таком маленьком полоске зеленой земли без холмов. Слушайте, ну, если мы все страдаем, как-то. Ну, продолжим страдать. Это, как бы, славянская черта страдается вместе лучше, чем... Веселиться это не то. Это не по-русски, да, да. Да, да. Веселиться умеет каждый. Слишком легко в хороших условиях. А ты вот попробуй, пострадай. Должна быть сразу из мема. Какая? Про место жительства. Не помню. В России живем, сам понимаешь. А, ну так все же в разных тут живут, на самом деле. Я и говорю. Должна быть это хорошо. Так, ну, с вами я разобрался, пока у меня не будет тут. Но города где ставить? Ну, тут нормальное. Тут нормальное место, да. Я даже, наверное, прям на рис поставлю. Но это все. Тут, наверное, куда-нибудь влезу. Ну, блин, где еще города ставить? Просто мрак. То, что даже мякнул. Что в обход идет? Ну, вот смотри, есть гончарное дело, от него идет три техи, правильно? А есть, вот он еще две техи. Я нажал на нижнюю теху в третьем столбике. И для того, чтобы ее открыть, у меня открывается... А, открылась, и обработка бронза, и мореходства у меня тоже открылось, и колесо. Краевые. То есть, центральная технология, которая прямо напротив гончарки, не нужна, чтобы открыть то, что находится во втором. Нет, ну, почему? Она нужна для другой технологии в третьем столбике? Подожди, нет, не понял. У меня... У нас просто открылось. У меня открылось, я не изучал гончарное дело. У меня открылась обработка бронза, орошение, каменная кладка. Я нажал на нижнюю справа, второй, это, получается, третий столбик. На второй нажал просто, чтобы следующая открылась. То есть, у меня открылось эти три исследования, то есть, мне показали у них местоположение. Я не изучал гончарное дело. А-а-а... Ну, не знаю, нет, у меня ничего не открылось. У меня открылась. Они закрытые до сих пор. Я могу скрин кинуть, хочешь? Слушай, так, подождите. Я так понял, что если ты находишь ускорение какой-то дальней технологии, то тебе откроются все техи, которые... Нет, нет, нет. Сейчас я скину скрин и вот то, о чем я говорю. А-а-а, ну, я увидел, понял о чем. Я понял о чем-то, но там связь просто есть. Да, там связь есть. Связь есть. Ты смотри, как он цифры расставляет по изучению. Вот, чтобы мне выйти в астрологию, мне надо изучить гончарку, потом верхнюю, нижнюю закрытую теху, верхнюю закрытую теху, а потом астрологию. А среднюю теху я... Мне вообще надо, наверное, на мореходство, скорее, открывать. Так, кто-нибудь встретился уже? Ну, мы с американцем встретились, у нас между столицами раз... Кстати, а руины кто-нибудь находил, потому что я еще не... Да, я только одну нашел. Да, но я три нашел. Люкс, слушай, у меня есть предложение, смотри, давай ты ставишь... Вот у тебя там посел идет, давай ты его ставишь в пределах двух клеток, и тогда мы нормально расселяемся и не спорим. Я ставлю это посело прямо вот слева от твоей дубины. Ага. Ну, а на купить этих лучших людей. Слушай, а можешь... Если ты ставишь слева от дубины, мне в правой три клетки неудобно сидится. Ну, две, как получается. Кто-то хочет, чтобы я его поставил вниз на алмазы? Ты хочешь поставить... Вот видишь, эти алмазы стоят. Можешь поставить либо вот прямо на побережье, либо... Привет, Караген! Ну, вообще, мне нужны клетки вулкана, если честно. Ну, блин. Слушай, ну, просто я иначе... Нет, если ты здесь в центре город поставишь, то у меня остались... Мне это не нравится. Давай, так вот, смотри. Я могу поставить метку, да, я предлагаю поставить свой город. Это... Ну, просто быстрее, ставь 30 секунд. Да. Вот где-то вот в этой области. Соответственно, посмотри, куда ты... Нет, куда ты себе поставил, а меня не вижу. Так. Сейчас. Кстати, я начинаю думать, что эти вот рандомные техи реально помогут против самолетов. Ну, то, что ты в самолеты не тыкнешь по-любому уже. Угу. И, соответственно... Это повезет. Вот она в начале технологии этой промышленности, наверное, выпадет. В смысле, повезет? Так ты же не знаешь, какие конкретно тебе технологии открывать надо, понимаешь? Вот я просто сейчас открыл... Ну, я открыл... Смотри, даже если я хочу, например, зарашить всадниками в начале, я открыл... Я вижу, где верховая езда. Но я все еще без понятия, как мне ее быстрее открыть, потому что у меня тут две техи, которые нужны для нее, не открыты. Приветствую. Я думаю, что я хочу вообще паузу, потому что это очень сложно. Что сложно? Мы не можем заселиться здесь. Пытаемся раздавить. Вообще никак не можем заселиться, потому что у меня маленький полуостров, у него тоже маленький полуостров. И мы прям друг в друга втыкаемся, то есть мы здесь поставим... Как насчет открыть плавание и рядом острова найти? Здесь не будет островов, это древность. Нет, тут не знаю. То, что я вижу карту, ощущение, что... Вот я, наверное, мне кажется, что я вообще на острове. И ощущение, что рядом что-то точно есть. Ацтек не появится. Я нахожусь в каком-то узилище. Слушай, ну вот тут что-то есть, да, нормальное. А континент я новый не нашел до сих пор, да. Так, давайте-ка мы тут отложим пока... Да. Раннюю империю. Короче, я вот сюда его двину пока. Да, у меня с проход поселок стоит, блин, круто. Ну да. Слушай, у тебя там еще лагерь варваров прям рядом стоит. У меня нету лагеря варваров, рядом с ним стоит. Нет, вот у тебя отпосило в двух клетках в правом лагере. Ну, это ближе к твоему. Ты к нему не илези, ладно, я его сам заберу. Мне кажется, что у тебя справа снизу место есть. У меня есть место справа снизу, если тебе... У меня нет просто места слева. Если у тебя нет места слева... Ну, как тебе объяснить? Короче, у меня есть место... Да, конечно, он там автоматом бы присоединился, но... Мне надо быстрее это обрабатывать. Я там вот вообще нет места. Так. Плюс у меня жилье появилось. С границы будет норм. Метка, которую я поставил, это граница, с которой ты не пойдешь. Знаете, сразу следующего. А сколько у нас получается природные... Это с вулкана... Ну, сколько у нас этот... Двойка. Ну, нет, не возраст, а... Все эти извержения вулканов и... На двойку стоит. На двойку. Ну, по идее, на древности как бы пишется, что они вроде чаще бывают, нет? Я не знаю. Ну, у меня, да. У меня три вулканы все изверглись в один момент, да. У меня тоже тут два. Слушай, ты шиналов, метка, то есть, и там у тебя без воды город. Поставь его реально туда, возле горы. Блин, надо сюда идти, посмотреть, что тут. Там тоже воды. Ну, я, наверное, этот город все-таки сюда поведу. Если у тебя по-любому нет воды, тебе по-любому к ведуку ставить. Что так, что надо. Хорошо. Или, может, сюда лучше. Раз, два, три, чтобы мне хотя бы рядом с горами попытаться кампус поставить. Просто если сюда ставлю, то не дотягивает. Наверное, все-таки сюда надо город везти. Блин, так и знал, что тут будет сейчас разведчика мочить. Караген, а у тебя наверх же есть куда селиться? Вода там. Здорово. Блин, кто-нибудь в Disco Elysium играл, кстати, из вас? Нет. Это, ну, довольно необычная ролевая игра. Ну, ролевые игры? Да, они, да, ролевые игры. Получила там лучшую ролевую игру прошлого года. Ну, в общем, ее эстонцы создавали. И там смысл, что там очень много текста, на самом деле. И довольно сложного даже на английском. И вот я здесь... Их русские дофига просят, давайте там русскую локализацию. Вот сейчас появилась у меня информация от Steam, что, ребята, мы выпустили корейскую и японскую локализацию. Такой класс. То есть вы находитесь рядом с... То есть насколько людям не особо важно, продается ли их игра в России, на самом деле. Потому что явно меньше они там зарабатывают. Они там, как раз-таки, немного больше зарабатывают. Там она взлетела в Корее, насколько я помню, так сильно, что там просто ее раскупили чуть ли не в первый час. Да фига какой. Ну она отличная, это просто, ну... Причем она очень с таким, на самом деле, советским духом, в некотором смысле. Мы не вызывали Сталина. Так, встретил Кахоке. Причем первый, судя по всему. Ну да, у меня остается... Нет, не первый, кто-то выше меня есть. Ничего себе. Ходит в Европе. Ничего себе. Типа, кишка постов у меня. Прикольно. У меня тот же самый снизу. Но тут есть еще проход влево. Ну давайте пока каменную кладку, так что... Шахту мне негде вообще будет построить, я смотрю. В принципе. Ну мы надо железо, наверное, открыть, блин. Надо железо открыть. Надо вот этого убить, и это будет третий варвар. На самом деле. Вот это, конечно, неприятно, но по идее, из-за этой кишки не так сильно ко мне варвары отсюда будут лезть. Блин, или что? Не-не, вон Юры моей столь. Я не дошел до твоей столь. Блин, мне надо, мне кажется... Я не очень. Мне кажется, надо... Но у меня много... Галеры строить и пытаться найти... Потому что вот тут расселяться... Да, по-моему... Тем более это не мои континенты. Да, если у тебя там за день... Ну слева ничего нет от тебя, то... Слева у меня вода, и если ты куда-то поверить, то... Ну да, тогда да, тебе просто ничего не стоять, как стоять с... Блин, и Унсу не первым нашел. Охренеть. А кто их любит? Тут хотя бы есть барьерный риф, то есть тут, например, можно кампус, да? Ну, то есть я так предварительно себе поставлю, что здесь кампус. Ну, просто хотя бы, чтобы плюс два иметь, понимаете? Ну, а стекла у тебя есть какие-нибудь... И где я тут еще хотел? Вот откуда твой разведчик встретился с моим? Тут что ли? Да. Ну, где-то я не знаю, тут кампус, например. А, ну блин, вот тут надо кампус для столицы. И тут где-то надо город поставить. Я бы, наверное, сюда город тоже ставил. Ну, он в начале, конечно, очень хреновый будет в начале. Очень большое расстояние. Это мне тут только если Петра поможет в этом городе. То есть тут, ну, порасти можно на оазисе и на крабах немного. Потом еще дотянуться до рыбы. Кстати, тут тоже риф. Да. И все, и как бы роста больше нету. Самое забавное, что я не вижу холмика. Краб не был тропического леса. Получается, у меня нет железа? Видимо, да. А как же мои легионеры? Они не... А разве они требуют железа в ваниле? Проверь. Вообще. Так, клетки тундры пустые. Я не могу взять. Они закрыты еще. В цивилопедии посмотри. Налезть, ну, сейчас. Рыбацких судов? Ну, у меня мало. Я вижу просто мало рыбацких судов. Культура от пастбищ. Ну, блин, не знаю. Тоже и пастбищ мало. Вулканическое пулемет 1 вулкан. Не знаю. Ну, наверное, пастбище надо брать. Две веры от трудников редких и бонусных ресурсов. Господи, как тут лютуют варвары. Да. Лагерей нету. Я, наверное, по сдущим буду брать. Я вижу мою военку, Караген. Давайте пастбищу, ладно. Да, нужно пойти гнить железо. Ну, да, они там меньше. Как-то странно, чтобы открыть письменность, нужно открыть колесо. Почему? Ну, потому что ты сначала катаешься, а потом думаешь, что надо пописать. Да, чтобы открыть астрологию, мне не надо орошение и колесо. Люкс, ты примешь дружбу? А, да. Такой-то делегацию писала, а не дружбу. О, по-моему, я тебе передать им дружбу кину. Нет, у меня была только одна сделка, это была делегация. Да, я ее, к сожалению. Блин, мне как-то надо этого варварца убить. Да, возвращаю тебе деньги тогда. Принимай. Спасибо. Ну, не знаю, видимо, тут предварительно. Блин, тут фигово. Наверное, сюда все-таки. Вот сюда, наверное. Блин, блин, у меня еще такая местность, фиг, что ускоришь. Где мы эти верфи Королевского флота? Хрен знает. Ребята, кто-нибудь гавани нашел? Где они? Куплю инфу, где гавани. Так обработай две морские клетки. Если бы я мог, если бы у меня были морские ресурсы. Кстати, мне не нужны гавани. Ну, да. Конечно, нафига мне уникальный мой район? Нафиг надо, действительно. Брось ты это грязное дело. Гавани, гавани какие-то. Да, мне надо, ребята, нужно плавать, галеры, потому что тут я слишком долго буду. Тут видно, что что-то есть. Вон, видите, вон какие-то земли. Вот тут какие-то земли. Я хочу гибсовую овцу проиграли. Это новое поколение. То есть, может мне встать скаутом здесь, чтобы варвары ко мне не могли пройти вот тут стоять? Ну, а как тебе мои поймы? Слушай, ну у тебя хотя бы есть джунгли. Там твоя варварска лошадь меня бьет. Блин, Кахокия убила. Ладно, пока обработку бронзы отложим. В смысле, она меня ударила. Я тоже. Ха-ха-ре, лошадку мучить в этом вдвоем ее. Как она могла двоих ударить? О, нет, ну... Дождите, а после военной традиции есть уже дальнейшее развитие? Почему у меня ступор стоит, как будто нету дальнейшего ответвления? Это как-то странно, нет? Ну, у меня тоже нету. Так это так рандомно сделано, вот тут дальше, после войны. Дорт, а там вот границы... Это ж не твои границы, вот рядом с твоим воином? Это ж еще кого-то? Нет, там вот желтый границ, это люкс. А синий... Ну, я думаю, ты мои еще не видел. О, люкс, так мы с тобой рядом. Ну, как рядом? Относительно рядом, конечно. Сам, наверное, американец, и все. Ну, я тебе следующим ходом встречу, я тебе могу сказать. Давайте понять, сколько, например, на клеток ты тебя черепозил. Там, в континенту нет другого, Крэггер. Хорошо, если так открывать. Печально. Михаил, а ты можешь своим плачником куда-нибудь отойти? Уже походил, я не могу. Есть континент северный. Мне очень приятно, что он с одно море будет... А ты кого-то еще? Там, где он надо мной. С норвежцем. Нет моей дубины. А может не встречать пока люкса тогда? Зачем нам лишние очки эпохи? Ацтек, а ты как пробегал лагер варваров, варваров, которые к тебе? А он появился после того, как я прошел. Круто. О, там он еще кто-то, ведь туда тоже не пойду. Это Рим, походу. Кстати. Ё-моё. Так, ну да, надо сюда ставить. Сюда еще вместо. По этим я просто даже вместо особого подгорода. У меня четвертый и все. То есть мне поэтому и надо мореплавание открыть и поплавать. У нас сегодня дебильно вместе со спамом всех. Это какой? Нижний или по правой? О, люкс старов. Да, привет, привет. Время разведчиков. Давайте строителя. Технология. Строитель, это вообще производство нету на самом деле. Ну, пока, правда, дальше он. То есть, может, было моменту до 30 ходов, это долго. Шосячку, вот эти. Другого континента нету. Точнее, я вижу, где можно взять, но проблематично это все забрать. Ну, да, приходится так открывать. Алексей, да вас сколько чапость вот от меня, от нашего места встречи. Ой, далеко, там еще горы. Отсюда ходов, ой, ходов, клеток. Давайте так, вот вы кахотию нашли, вот сколько от нее пример. Клеток 8, вниз. Ну ладно, там нормально, я просто сейчас. Да я тут, я тут, вообще, то есть это ваши с люксом места, я тут. Нет, это американские места полностью все. И кахоки, и умница, это все Америка. Все мая. К сожалению, у меня так столица стоит. Люкс, слушай, а вот у тебя выше Орлеана вообще места нет. Выше? Выше? Сумно? А, выше Орлеана? Просто вот кое тебе выступили. Так, международная торговля, будем что-нибудь менять? Может, 100%? Блин, ну я не хочу, пока я хочу в темный век выйти. Вот смотри, тогда вот Орлеан и типа вот выше на его уровень. Ну вот это надо поменять, конечно, давайте вот так. А мне больше нет, это мое единственное место, все. Ну да, я обнимаю. И купим, наверное. Типа у меня претензий не будет. Торговца. Орлеан, тебе столицу полностью закрывает, если что. Ну да, у меня сейчас вот еще тут встанет на метке город, который еще закрывает. В принципе, тут относительно с того. Ну я хочу ускорить уже раннюю империю, потому что шесть жителей, это... Уже она там взлетаетесь с какой-нибудь горошкой. Два хода и она ускорится. Правда, ведь имя, довольства нету, я не могу пока обработать, пока плантации не открыл. Так может мне плантации открывать? Блин, я бы хотел орошение ускорить, а получается я могу ускорить только здесь на Рисе. Да, две, но они... Иди влево прям вот. Блин, что делать? Ну я сюда и не говорил. Это в 40? Да. Мне больше интересно, где вулканы. Я вот... Три вулканы. Дня два. И уже активны. А если выкопите городок государства воинов, а потом объявите войну? Потеряешь воинов. Лучше выкупить, тогда попробуй их распустить. Я вот не помню, распускаются? Нет. Нет, блин, хрена тут ходишь, люкс, сволочь. Я стоял на месте. Хрен этот, блин, еще Рим тут, блин. Ну все. Здравствуй, нормальный век. Я стоял. Нет, стоишь коррекционно. Фига вы тут стоите на месте. Нет, вы посмотрите, он еще в темный собирался за Англией. Да, да, собирался. А да, вы тут еще посмотрите. Как надо много всего. Да, я вижу это... Это жесть. Блин, я бы сюда пойти кэши варваров, когда я тут никак их не убить, блин. Блин. Ну вот, без ускорения у меня просто из 7 ходов, мастерство с ускорением. Так, сейчас Ранние Империи откроют. Кстати, можно поставить карточку и хотя бы сюда по села. И можно будет попытаться еще, может, сюда куда-то влезть между Кахоке и Унсой. Горы тут, судя по всему, можно. Раз, два, три, гонить вот сюда, на камень. А за уничтожение города сколько очков похе дается? Нисколько не дается, да. Не дается только за столицу игрока. Обидно. На этими туда пойду. Ого, ого. Какой город-государство здесь? Кахоке? Не-е-е, круче. Унса? А, ты-то где-то в другом месте ношу. Да-да-да, вышел Унса. Что туда пройти через одну клетку? Так, что я хочу обрабатывать тут? Красный Берингово море. Валетта моя. Фух, я уже услышал Вавилон. Я испугался. Да Вавилон кому он нужен? Валетта, вот эта тема. Блин, а что я могу построить? Ну, пирамиды я точно не хочу. Ну, юниты как бы тоже не хочу. Три хода до следующей эпохи, да? Как раз три хода. Ну, давай через три хода я буду галеры строить. Так, тут мы... А, вот же рис у меня, блин. Вот где я должен его обработать. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас в вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!